На выставке произведения лучших каллиграфистов страны, среди которых Батумур, Батбаяр, Найдандорш и всем хорошо известные авторские работы, где и родился Чингисхан, Качевье. В последние годы в стране началась активная деятельность по восстановлению культурных памятников, сохранению культового и письменного наследия. В июле 2010 года президент Монголии сдал указ о признании старописьменного монгольского государственным письмом с обязательным дублированием на нем всех правительственных документов. Кроме этого, под патронажем главы государства неоднократно проводились конкурсы каллиграфии. Сегодня достоянием общественности стала и эта выставка. За свое многовековое существование монгольское письмо, невзирая на этапы развития народа, несмотря на революцию, не потеряло ни одного слова. Эморфология не потеряла своего строя. Это источник знаний истории монголов. Язык отличается от современного. Однако нельзя забывать, что за этими письменами хранятся и становление письма, и ментальность нации. Через это письмо мы можем понять, как развивалась наша словесность. До сегодняшнего дня ученые и исследователи получают исторические сведения из древних письменных памятников, оригинальных источников истории. Они говорят старописьменный монгольский – универсальный язык, вобравший в себя все наречия и диалекты монголоязычных народов мира, проживавших в разные эпохи. Самый большой вклад письма заключается в том, что язык смог консолидировать разрозненные племена, смог сделать единым ментальность кочевников. К примеру, слово «тенгер» пишется одним словом, а каждый малый этнос может прочитать его по-своему, адаптировав к своему наречию. Таким образом, разные люди объединяются. Письмо многие годы развивалось разносторонне, в том числе и каллиграфически. Современная молодежь еще больше совершенствует технику письма. Одна из молодых каллиграфистов Бембажав. Говорит, интерес к красивому письму пришел давно, но мастерство пришлось оттачивать на протяжении многих лет. Причем последние два года – ежедневно. Бембажав показывала свое умение на многих конкурсах и неоднократно была признана лучшей. Здесь представлено пять моих работ. Инициатива возрождения письма принадлежит президенту, поэтому я постаралась выставить письма с патриотичным содержанием. Эта работа называется «Монгол-баян». Во время открытия экспозиции представители из институтов истории, языка и литературы передали на хранение Национальному музею копии писем, адресованных Папе Римскому, ханами разных эпох Монголии – Гуюк, Газан, Улзейд. Эти уникальные документы были подарены Бенедиктом XVI во время визита в Ватикан президент Элбекдоршем. Ученые говорят, листы истории Монголии средних веков вернулись на родину. Письмо Гуюк Хана написано на персидском языке. Содержание письма примерно следующее. Земли, начиная от рассвета и до заката, находятся в моих владениях, и римский папа тоже должен быть моим подданным. Но самый важный момент – это то, что на документе стоит печать Хана. Для посетителей выставки авторы работ провели мастер-класс. Вертикальное письмо в исполнении искусных каллиграфистов привлекло внимание многих. Здесь представлены работы восьми лучших из лучших. Их выбрали более чем из ста претендентов. Для любителей каллиграфии выставка открыта до 19 ноября. Эрф Тувшин, Атганбат, Аист, Монголия. Атганбат, Аист, Монголия.